Вторая часть отзыва после двух месяцев лечения в клинике Бирдэвид. На прошлой неделе у нас возникла такая проблема. Максимка держал меня в комнате рядом, чтобы я не имела права выходить. Каждый мой выход сопровождался диким воплем, криками, истериками, требованием, чтобы я вернулась. Мы позвонили Давиду, объяснили ситуацию, вот такая проблема случилась. Уже во время сеанса произошло чудо. Максимка пять минут тянул меня в комнату, а потом вдруг сел ко мне на руки. И оставшиеся 20 минут сеанса он сидел и ждал, когда же мама освободится. Лежал у меня на плече. Необычное ощущение для меня новое. После сеанса он больше не тянул меня в комнату. Прошло четыре дня. В принципе, он иногда вспоминает, ой, мама вышла, что же, ну как бы нет истерик. Вообще мы стали гораздо спокойнее, у него взгляд даже поменялся за последние три дня. Он какой-то взгляд взрослого, человек рассматривающий, такой наблюдающий. Ну, в общем, чудо, конечно. Еще одна радость просто безмерная для меня. Он стал есть мясо кусочками. До этой недели Максимка ел только перемолотые в блендере продукты, и то только каши, картошка и йогурт. Все. С мая он не ест мясо. Я ему раньше давала перемолотые, а с мая он вообще отказался почему-то. И вот вчера, ну не вчера, там несколько дней назад, он потянулся за наггетсами, которые ел папа. И теперь мы едим мясо. Это большая победа для нас. Кроме этого, Максимка стал подражать. Когда мы играем в сюжетные игры с игрушками, я показываю какое-то действие новое для него. Он с таким интересом смотрит на меня, на это действие, потом берет игрушки и повторяет все это. Этого не было вообще никогда. Он подражает, изображает то, что видит в мультике. Ну, как бы раньше тоже были такие попытки обезьянничества перед зеркалом. Мы понимали, что, ой, наверное, этот мультик изображает. А сейчас это четко понятно. Вот там медведь с павлиним хвостом ходил. Максимка пошел сам, взял какую-то футболку, засунул себе в штаны сзади и ходил с этим хвостом. Бабушка за ним бегала, дергала, он смеялся. То есть его игры становятся похожими на игры обычного ребенка. Кроме этого, мы наконец-то начали играть в дидактические материалы, купленные там еще три года назад. Мы складываем пирамидку, играем, вот матрешку раскладываем, складываем. Формы, пазы как бы вот вкладывает, пазлы. То есть совершенно другой ребенок, которого легко отвлечь от мультика, если предложить вот какое-то интересное занятие. Игры поменялись у нас, появились звукоподражания. Он говорит ку-ку в мультиках, когда, опять же, мультики, конечно, пока нам никак от них не удается совсем уйти. Ку-ку, ох, ишь ты, исти. А потом он еще, ну какие-то песенки, когда там поются, и он тоже подпевает. Понятно, что там в ноту не попадает, но он именно поет. Появилось у него, я обычно говорю, Максимка, иди сюда. И вот он теперь не адресно, конечно, пока не обращаясь к нам. Но он ходит, иди сюда, иди сюда, и смеется, то, что у него получается. Стал более терпеливым. Я читаю, он не стремится быстро перелистать страницы, он слушает, рассматривает. В общем, у нас, мне кажется, даже я что-то еще упустила, потому что время уже заканчивается. Мне хочется сказать слова благодарности от всей нашей семьи, уважаемому Давиду. Какие-то два месяца, и у ребенка колоссальные изменения. Такой сдвиг, он действительно совершенно другой, чем был до встречи с Давидом. Мы каждый день радуемся новому, чему-то новенькому. Очень надеемся, что скоро наш Максимка будет совершенно здоров. Низкий поклон Давиду за то, что он помогает нашим деткам. Меня просто не хватит ни слов, ни эмоций. Мы просто очень-очень счастливы, что мы нашли Давиду. Спасибо вам огромное. До скорых встреч. Будем снова выкладывать отзывы наших лучших. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!